3,2,1 3,2,1, всем привет! Есть? Да? Говорить низкое качество сети предлагает или задышать, или обмена. Пускай запишет. Ладно, ну все, супер. Все, всем привет! Всем добрый утро, как это сказать. Всем добрый день! Мы с вами, как я думаю, я надеюсь, вы помните, мы находимся в курсе, которая называется «Кто я?». Пытаемся выяснить, собственно, кто я. Мы с вами выяснили, что и откуда евреи взяли. Мы с вами это очень обосновали и показали, что, в общем-то, наша еврейская традиция – это совсем другая история, чем все остальные истории. Это то, о чем мы с вами занимались. Сегодня я хочу обсудить с вами еще один просто… То, что я вам сегодня буду рассказывать, это одна из самых удивительных, вдохновляющих, воодушевляющих вещей, которые я сам лично знаю. И, ну, это просто что-то удивительное. То есть, я каждый раз, когда это готовил, это просто меня каждый раз поражало. То есть, как Тора повлияла вообще на цивилизацию и вклад евреев в мир. Есть такой Раф Кен Спир. У него есть книга «World Perfect» она называется. Поехали. Ну, давай, пожалуйста. Только не сейчас. Сейчас. Давайте подумаем, откуда взялись все ценности и принципы моральные и этические, которые есть в современном мире. И стол. Подожди, не так быстро. Откуда они взяли? И тоже это не совсем так. Не так просто. Не так просто. Этот опрос, в общем-то, был проведен… Спросили у 15 тысяч людей. Был опрос на 15 тысяч людей. Какие ценности должны быть в лучшем мире? Что такое вообще человеческие, настоящие моральные ценности? Что в них входит? Без чего не может… Вы так все, мне кажется, вообще не видно, что зовут. Ну, ты думаешь… Хотя бы куда? Ну, посерьезно, мне… Ну, пожалуйста. Просто вот это очень… То есть, что… То есть, какие есть такие моральные ценности, что без них мир не может существовать, которые являются принципиально важными вообще для человеческого существования, и без них не может существовать мир. Это был опрос на 15 тысяч человек, и получилось 6 фундаментальных ценностей, которые… То есть, все с ними согласны. Так или иначе, во всех опросах плюс-минус эти 6 ценностей фигурируют. Какие это ценности, как вы думаете? Девять. Первая, видите… Нет, не дети. Первая – это ценность жизни. Жизнь, да, сама жизнь. То есть, что моя жизнь значима, никто не может взять и забрать у меня мою жизнь. У меня есть право на жизнь. И… То есть, вот это одна из основных ценностей – просто право на жизнь, на существование, да, то есть… Я думаю, эта ценность понятна. Вот здесь идет? Идет. Да. Супер. Вторая ценность… Как думаете? World Peace. Мир, да. То есть, мир во всем мире. Иными словами, чтобы не было войн, чтобы люди не убивали друг друга, чтобы есть множество сегодня разных организаций, которые занимаются тем, чтобы, собственно, был мир и люди не убивали друг друга. Супер. Следующая ценность. Equal justice. Что такое equal justice? Равноправие. Равноправие. Что у всех есть права, у всех есть одинаковые, примерно, права, они обозначены в Конституции, есть право на недвижимость, есть право, то есть, то же самое, право на жизнь. То есть, у нас есть некоторые права, никто не может меня взять и ограбить безнаказанно, да. То есть, есть некоторые вещи, которые все люди в этом мире. Оказаны так или иначе. Следующий пункт. Четвертое, то что выявил этот опрос, это образование. То есть, сегодня любой человек, в общем-то, должен пойти в школу, да. У всех есть право на образование, люди необразованные к ним относятся, ну, как бы, да. То есть, он должен хотя бы уметь читать, да. То есть, это обязательно считается сегодня. Человек без образования, он вообще, ну, сегодня считается, ну, непонятно, да, кто он такой. Образование. Что еще думаете сюда пойдет? Есть у вас варианты? Включение П? Нет, нет. Семья. Вообще человеческий супер. Ты примерно угадал. Кто это сказал? Яна. Надо, можно, мотик напомнить. Значит, следующая ценность, это, как правильно сказал Яна, это, это, это семья. Но, отвечаю еще, здесь будет много вопросов. Очень много вопросов. Видозна, это карман вообще, может, можно? Значит, смотрите. Семья — это, вообще основа для всех остальных ценностей. То есть, если семья не даст ценностей, то ценностей у человека не будет. Какие она загружат у человека ценности, то он и будет верить. Что такое норма? Что такое ненорма? То есть, вот это шесть вещей, которые, шестое. Это социальная ответственность. Взаимная ответственность. То есть, помогать бедным, помогать неимущим, помогать друг другу. да, то есть social responsibility, мы все ответственны друг за друга, ответственный за мир, и, да, то есть, понятно, тоже ценность, шестая ценность, социальная ответственность друг за друга. Итого, у нас получается шесть ценностей, я думаю, что очень похожи, да, все согласны, я думаю, плюс-минус с этим, да, обращены совершенно разных людей, правильно, ну, то есть, похоже, да, на ту картину, то есть, люди считают, вот это, как бы, основой базис человеческого существа, то есть, человек, у человека, как бы, вот это основные шестая ценность, нужно, чтобы они были. Есть, так, обычно, знаете, это тот случай, когда они часто говорили, север, и помните, так, бас. Так вот, то есть, эти ценности, это такой обязательный софт, теперь вопрос, были ли они всегда, и если нет, то где их источник, в какой цивилизации, в каком, откуда они вообще все взялись. Давайте подумаем, главные две древние античные нации цивилизации, которые повлияли на всю, вообще, всю западную цивилизацию, на всю Western Civilization. Есть две нации, два государства, которые больше... Рим и Греция. Рим и Греция, спасибо, Мотик. Есть. Напомните мне. Греция, это красота, эстетика, тело, да, что еще было в Греции, еще очень мощно там была философия, да, сила мысли. Это была Греция, это то, что Греция дала нам, и им дал нам законы, государства, инженерию, они были очень изобретательные, мы тут же инженерии, да? Инженерии. Инженерии, да. Инженерии. Греция и Рим. От них пошла, в общем-то, вся западная цивилизация. И также в это сделали вклад, в общем-то, в ценности, во все, что у нас сегодня есть, вот этот вот набор стран также, и... Египет, Китай, Майя, Месопотамия, но основной вклад это был ли именно Рим и Греция, это исторически понятно. Вот, нам нет смысла сейчас изучать их все, мы плюс-минус, ценности везде были одинаковые, и мы с вами в основном больше будем заниматься Грецией и Римом, ну и ими тоже немножко будем заниматься. Супер. Нету, дальше. Итак, было ли так всегда, эти шесть ценностей, были ли они вообще? То есть, смотрите, я просто должен, наверное, как-то объяснить. Сегодня в голове любого человека, то есть, есть вещи, которые он считает нормой. Что люди так должны жить, что люди так жили, и без этого жить нельзя. Так, то есть, я не могу взять, прийти, там, убить, да, и типа, это нормально, все такие, класс, все будут, да, да, как можно? Да? Супер. Ситуация в этой сфере по-настоящему совершенно шокирующая. Вообще, ну, то есть, это что-то с чем-то. Ну, давайте посмотрим, да, первая ценность такая. Ценность жизни, да, жизнь, что жизнь это важно, жизнь это ценно, и ее нельзя просто так изменить. Ну, давайте посмотрим, как это было. Как в этичности, кто знает, работал контроль роста населения? Это практиковалось так почти во всех странах, которые только существовали. Здравствуйте, вы слабых моментов со стороны? Это только один из множества вариантов, что с ними так было. Рост отводили, умирали от болезни. Убез отводили. Смотри, да. Да, они погибали. Вот это вот, айоней, да, это что-то, здесь тоже убивают, вот это, да, его держат в банку какую-то, вот это здесь убивают, здесь его приносят богам, жертвам. То есть, это была нормальная, ну, то есть, нормальная вещь, что перенаселение или нежелаемые дети, это то, что с ними происходило. Это было исторически, практически во всех цивилизациях, государствах, которые только существовали. То есть, да, убийство детей, это универсальная практика для всего древнего мира. Детей кидали в мусор, им бросали, их бросали животным, и просто как топили, как котят. Бросали со скал, да, то есть, это было нормально. Родители идут и, в общем-то, бай-бай, да. Это первое, дети, да. Смотрите, да, интересно, это из разных, это в разных странах, видите, в разных культурах. Это то, что происходило, интересно, что здесь у девочек была ситуация намного хуже, чем у мальчиков, да? Ну, по... Ну, как-то. Да, то есть, с женщинами было, извините, но женщинам было намного сложнее. Посмотрим, что пишет Грек своей жене. Я все еще в Александрии, я прошу и умоляю тебя позаботиться о нашем сыне. Как только я получу деньги, я пошлю их тебе. Если ты родишь ребенка до моего приезда, если... Сейчас. Если это мальчик, оставь его. Если это девочка, избавься от него. Ну, просто раскопочка. Это одна из множеств греческих. То, что мы от них получили. Серые будни. Это, да, серые будни, в большом количестве разнообразных тележаз. Теперь, то есть, убивать, например, детей, таким образом контролировать рост населения, было вообще две интересные вещи. Вот это, например, герб до сих пор римской футбольной команды. Кто это такие, кто знает? Рамулы Рем. Супер. Наверное, тоже, да, напомню. Еще нет. Мотик. Рамулы Рема, те, кто, собственно, Рим и основали. Правильно. Сейчас, подождите. Те, кто по легенде основали Рим. Сейчас, дышу, сколько. О, есть. Первое с детьми разобрали. Второе человеческое жертву приношения. Была нормальная такая вещь. Нормальная вещь, да? То есть, практиковалось практически везде. И очень-очень много. Приносили в жертву рабов и тюремщиков. Очень была такая практика. Тюремщик когда заключенный. Заключенный, да. Когда умирал император Китая, да, были сотни голов тюремщиков на его похоронах. То есть, вместе с ним отрубили сотни голов. Когда Чингистан умирал, вместе с ним похоронили 40 девственниц и 40 лошадей. То есть... Ужас, да? Смотрите, вот это... Прикол? Вот это, а? Просто так похоронили. Просто... Нет, нет. Это все так круто, как сегодня женщина-машина, а он еще должен был с собой унести в могилу. Супер. Девочка замороженная, да, вот раскопочку нашли в Андах, да? Племя инков, да, ее вот так вот. Она просто отнесли на гору, она там замерзла. Самый адский пример это ацтеки. Они жили в городе Мексико, прямо где-то в середине. Вот эта штука у них была, где они приносили жертвы. Они бывало убивали, вырывали еще бьющиеся сердца врагов, которых они поймали. Бывало до тысячи в день, в день до тысячи бьющихся сердец. Они считали, что если кровь остановилась, так тогда мир перестанет существовать. Потому что, в общем, да, это вот от этого зависит существование мира, чтобы мы приносили какому-то богу бьющиеся, значит, еще сердца живые. Привет. Сегодня, кстати, было что-то вроде футбола. Но как вы думаете, что было в конце? Футбола. Чем? Поигравших убивали. Победивших убивали. Победивших? Да. А зачем тебе плохих приносить жертву? Тебе нужно принести жертву отборных ребят. Вот. Так. Идем дальше, да? А смысл? Смысл, чтобы принести жертву? То есть, это, я не знаю. Если ты вдруг их встретишь, если ты вдруг их встретишь, спросишь. Лучше, смотри. Встреч. Ну, это, короче, да? Дальше все еще веселее, да? Убийство ради удовольствия. Где у нас были убийства ради удовольствия? У нас, да, у нас тоже это, в общем-то, еще присутствует. Да, вот эти вот люди, да, сегодня, то есть, все это считают нормой, да? Ну, в общем-то, люди платят, вот эти люди получают миллионы долларов, да? За то, что они наносят друг другу увечья, да? Иногда бывает, что деньги умирают, что-то в боксе, что-то... Ну, подожди, они ведь делают это красиво. Окей, дальше. Да, то есть, это нормально, да, видите, это эстетично. Да, но сейчас мы с вами посмотрим, что по-настоящему эстетично. Макрегор. Значит, какой лучший пример в древнем мире, где убивали ради удовольствия? Это... колизеи. Колизей. Глазиаторы колизеи, смотрите. Их было более 200 штук, и это только второй по размеру, который... Вот, который сохранился в каком-то таком мире. Вот так он просто огромный, да? Это сверхсложная система, они были очень изобретательны, очень у них мозги работали, будь здоров, так? Вот так он выглядел изначально, просто невероятно такое величественное строение, да? То есть, как я говорю, то есть, они очень плотно строили, у них была очень развитая культура. Это... здесь колизей включал 15 тысяч народу, да? Это... это то есть, пока что позитивные факты, да? Они были прям вообще очень умные, да? Смотрите, у них, как у нас, была вот такая крыша, выдвигающаяся, да, там, от дождика, да, представляете? Вот крыша, да? Выдвигающаяся? Да-да, то есть, была какая-то раскладная крыша у них. Рим, представляете? Рим, представляете, да? Дальше, да, смотрите, то есть, ну, в общем, очень сложное строение, их было очень много, это только второй по размеру. За 15 минут вот эта штука набиралась водой, начинались вот такие баталии водные там, да? Представляете, ну, вообще не лял. А водой? Ну, это конец хороших новостей, последняя хорошая новость, это то, что там все было бесплатно. Представляете, сегодня приходишь на футбольный матч, заходишь бесплатно, Кирилл бесплатно, орешки бесплатно. Это последняя хорошая новость. Дальше теперь, что там происходило? Акт первый. Утречком. 15 тысяч мужчин, женщин и детей смотрели, как львы, тигры, медведи и все. В общем, все остальные рвут друг друга младшими, иногда больше тысячи зовут их. Это начало, это только самое начало. Акт второй. 15 тысяч мужчин и детей смотрели, как львы, тигры, медведи жрут людей. И акт третий, на что все, собственно, пришли, гладиаторы подвизгли толпы, они убивали рабов, заключенных, римляне, использовали коллеги, женщин и детей для всего этого действия. То есть, это, вы понимаете, это акт, видимо... Ну, ходи под видео. А там, в этой истории. Все нормально, не переживай. То есть, вот это, видимо, акт второй, да, животные видят, людей, он кого-то разжигает, вы видите, да. Ну, в общем-то, тоже очень весело, да, прямо. Вот, да, то есть, это самая жестокая нация, да, самая такая просвещенная и самая просто жестокая из, наверное, существующихся. Просто ради удовольствия убивали тысячи людей в день. Да, то есть, что у нас с ценностью жизни, да, человеческие жертвоприношения, контрольного спонаселения и веселимся, значит, убиваем ради удовольствия. Да, что у нас с этой ценностью нету ее, просто не существует. Жизнь ваша ничего не стоит, если бы вы оказались там, да. Слава Богу, что мы здесь. Дальше. Какая вторая ценность у нас была? Мир. Мир во всем мире. Ну, что вы думаете? Вы уже готовы, да? То есть, сегодня, да, сегодня вот такие, то есть, куча людей выходят, протестуют, да, что это ужасно. Есть множество всяких организаций, которые против этого, да, которые устраивают, в общем-то, все пытаются, в общем-то. Если возможно, решить миром, то есть, про всякие вот эти агрессивные страны, про них плохое мнение у общества. То есть, в момент страшная растрата жизни и страшная растрата ресурсов. Сколько вы думаете денег уходит на все это дело в год? Я даже не знаю, как, то, что больше миллиарда, как это называется? Триллион. Вот, то есть, триллион четыреста миллиардов, тысяча четыреста миллиардов долларов. Это квадриллион, в общем, я не знаю. Сколько это леза, это такие цифры, официальные источники. Да-да, проверишь, чтобы залезть. Вот, я говорю, понимаете, мне кажется, за эти деньги можно воскрешать просто людей. Просто воскресить целый народ. Вот это уходит на то, чтобы друг друга убивать. Да? Да, вот на это идут все эти деньги. Ну, интересно, да, получается? Теперь, так было всю историю, причины основные. Первая причина – это греки, да? Это основная причина. Забираем, значит, земли силой. Тот, кто воюет. Тот, кто... Причины, ну, в смысле, изначально причина, откуда взялось вот это поведение, да? Откуда источники вот этого подхода, собственно, всех войн. То, что надо воевать, надо захватывать, надо убивать. Да? Забирающие силы – земля золото. Это разве не человеческая природа? Нет, ну, есть что-то в человеческой природе. В смысле, одни мы видим, что завтра вели себя так, другие так, третьи по-другому. Это первое. Второе, да? Какой закон джунглей главный? Выжирай сильнейший. Да. Выжирай за себя. Выжирай сильнейший. Это следующий. Следующий. Кофе, извините. Третий, да? Кто прославляет древний мир? Какая самая главная такая первая вот эта литература? Литературное произведение, самое известное, героическое на Западе? Илиада. Илиада, супер. Мотик. Илиада, Илиада. Илиада, смотрите, что такое Илиада? Илиада – это значит огромная бесконечная баталия с короткими перерывами на поболтать, на диалоге. Да? То есть, кто там такой, кто такой там герой настоящий? Кто там такой герой? Пожалуйста. Нам надо много успеть. Нет, вот именно, не брат-пит, не человек, который там, я не знаю, хороший дух, ржаверный. Герой – это воин. Парень, который завалит больше всего народу. Ему слава, почет, респект и уважуха и при жизни, и после смерти. Да, и знаете, именно парень, да? Потому что женщины в депрессии идут на шопинг, а парни в депрессии идут захватывать страну. Вот такие дела, да? Посмотрим, что у нас написано, пишут историки про греков. Война, таким образом, в сознании поэта, какого-то поэта, да? Главное дело мужчины с молодости и до зрелого возраста, но он рассматривает это как особый аромат юности. Их прославление войны, гламур и слава визу были темами самых лучших слов и картинок. Вот вам Греция. Дальше, знаете, есть такое понятие, кто значит, что такое пакт с романом? Какой-то пакт. Это римский мир. Причем, интересно, знаете, исторически у римлян не было даже двух лет мира. Что же такое римский мир, который длился, знаете, сколько получается? 160 лет. Это когда они захватили столько, что уже больше не могли никого захватить. Просто когда они захватили весь мир, да? Просто уже было дальше некуда воевать, и людей не хватало. Вот это было временем, пока они могли захватывать и убивать, они захватывали их и убивали. Вот такой был у них мир. То есть вот эта суперценность, высшая ценность для любого настоящего мужика, для любого человека. Ну, то есть только мужчины, как мы увидим с вами, были вообще считались людьми. Вот это точно должны были заниматься настоящие мужики. Что у нас с миром? Никакого мира. Идем дальше, да? Ценность номер три. Какая ценность номер три? Равноправие. Здесь, я думаю, тоже вы уже чувствуете, что у нас сейчас живет. Да, то есть западный мир это воспринимается как данность. Все живут сегодня в демократии, да? Ну, у нас с этим похуже, да? В Европе с этим уже достаточно жестко, в Америке тоже очень жестко. То есть все права прописаны, у каждого человека они одинаково прописаны. И все голосуют, да? Все могут голосовать. То есть глава государства, она как-то выбирается, особенно в тех странах, которые получаются. Раньше этого не было, была феодальная система, полная олигархия. Теперь там есть вот этот вот человек, что у него в голове никто не знает, он может быть просто полностью сумасшедшим. Что он скажет, то и будет. Теперь вот эти люди, они под ним небольшая кучка. Это всякие рыцари, да? Это вассалы, лорды. И огромная прослойка, почти все это какие-то крестьяне и ровни, почти все люди. Остальные. Да, мы не знаем, как вы делаете дела во Франции, но здесь мы ведем... В общем, у нас нету никакого плана битвы и развития, значит, группы, команды. Мы просто делаем то, что я сказал. Супер, да? Так делали с дела раньше. Кто большая часть населения? Лосоны. Не, 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 их у нас очень мало. Это все крестьяне, слуги и рабы. Дальше, чем все эти люди занимаются? Работать. Пашут. Пашут землю. Они занимаются земледелением. Значит, чью землю они пашут? Короля. Лорды. Своей земли почти ни у кого нет. Земля вся чужая, да, земля не своя. Теперь, если вдруг она своя, куда идут все деньги и налоги с этой земли? Короли. Они идут сначала лорду, который вообще лопаты в жизни своей не видел. Да? Супер. То есть, там все было очень структурно, четко и жестко. Вот эти лорды, да, и особенно король, его кто-то выбирал, кто-то его назначал. Нет. Он как бы, в общем... То есть, ну... По праву наследству. По праву наследству, что у него в голове мог бы быть полностью сумасшедшим. То есть, как во Франции были. После меня хоть потоп, да, просто. Убился Францию. Ну, то есть, они творили просто жесть. Делали все, что хотели. Делали зато. Какое золотое правило всех королей, да? Тот, кто... В общем, золотое правило вот этой всей истории. Тот, кто имеет золото, он делает все правила. Так как есть. Да? Ну, в демократии это не совсем, по крайней мере, так прямо работает. То есть, в итоге, разницы перед законом у этих людей никакого. Огромный слой вот этих вот. Те, кто пашут землю. Так. Ну, здесь монархи, короли, фараоны. Это все боги, да? То есть, почему они боги? Они творят абсолютно что хотят. У них есть абсолютная власть над кем угодно. Они могут убить, использовать, делать все, что угодно. Теперь, да, какое святое правило у всех королей. Бог меня назначил, если ты недоволен, то умри. Все. То есть, просто никаких прав не уклонят. Генри 8, да, интересно, что он сделал это тоже с двумя своими женами. Кто знает, как звали жен? Булейн. Сестры Булейн. Анна Булейн. Нет, вторая была не сестра. Я не помню, как звали вторую, но она была не сестра. Это была ее не сестра. Идем дальше, ребята. Откуда взялась первая демократия? Что значит, где появилась демократия первая? Крина. Да, Греция. Что такое демократия? Это демоскратус. Люди правят. Прекрасно, замечательно. Греки голосовали вообще обо всем просто. Открыть вот эту школу. Они напрямую голосовали, да? У них было все прекрасно. Но только, да, люди напрямую голосовали. Теперь вопрос, кто такие люди? Кто такие люди? Ну, это чиновники какие-то. Мужики. Это только человек с землей. А таких почти не было. То есть, да, вот такие они были. Так они голосовали, полные олигархии. Да, посмотрим исторические источники на эту тему. Греки жестко разделяли между разными типами людей. Считали, что это единственно правильно, то есть, про равноправие. Единственно правильно вести себя со всеми по-разному. Это неравенство в обращении. Они одобряли от имени справедливости. Соистотелем оно и дополнилось также одобрением рабства. Только те считались гражданами, кто имел определенные христики. Не входили в граждан. Это было само собой разумеющееся. Были все женщины, но также земледельцы, трудящиеся, механики, освобожденные, рабы, пришельцы. В общем, никто не мог бы за ним. То есть, с этими людьми могло происходить все, что угодно. Можно делать с ними все, что угодно. А не просто расходный материал. Все ценности, в которых мы сегодня живем, вы видите, что одних не остается ничего. Образование. Ну, слышали что-то? По истории вы рассказывали? Мне кажется, да, вот я сейчас вам рассказывал, мне кажется, курса истории одного не хватило. Немножко недорассказали. Что у нас образование? Примерно та же. Для нас, да, то есть, это норма. Все идут в общественную школу. Кто не получал образование, это ужасно. Нет людей, которые не умеют читать и писать таких просто. Ну, я не знаю, где их можно найти, да? И так, хоть до минимального уровня это надо довести. Государству это выгодно, чтобы люди обучались правильно. Потому что чем лучше обучен народ, тем более передобавлен нацией это становится. Все мы получаем, да. Становится мощная нация. Ну, и там можно подумать, да, у греки тоже они обожали же мудрость, была философия, у них у рима была очень мощная организация. Да, чем занимались все люди, как мы сказали, земледельник. Теперь, какой уровень был, вот процент, давайте, кто скажет, тоже сейчас полку полужу. Процент чего? Процент у людей грамотных, которые умели писать. Десять, шесть, один, два, три, два, ноль, один. Кто сказал, один? Один? Да, я сказал один. Один. Вот дели на десять. Ноль, один процент людей, да, умели, ты можешь оставить это на месте? Ага, извиняюсь. Да. Я сейчас подкорректировал. Ноль, один процент людей были грамотными. То есть, в Европе, даже в Европе, пятьсот лет назад, один человек на тысячу умел читать. Класс, да? Представляете, что это заметно? И что люди это думали? Там, где я был бы самым мудрость. Почему так происходит? Смотрите, мы живем сегодня, мы живем сегодня в мире, да, где, ну, как бы, ну, здесь в доме напротив примерно так же, в общем-то, да. Есть машины, есть дома, да, то есть, таких людей очень много. В Америке все живут вот так, то есть, это там норма. Здесь норма пониже, но все живут, как бы, у нас есть разные блага, да, то есть, сегодня есть квартира, машины, есть электричество, есть вода, понимаете? Есть холодильник, еды, которые вот в доме напротив или где-нибудь в Америке, у нее нельзя просто, чтобы не потолстеть, да, она просто выкидывается. Сколько еды в ванной или в Америке выкидывают просто в мусор, вы не представляете, да, да. Да, то есть, теперь работа, есть отпуска, медицина, есть зубы во рту, можно дожить, значит, до своих внуков и их увидеть, да. Понимаете, к чему я клоню? Теперь, да, что в древнем мире люди, какая у них была цель? Выжить. Правильно. У них была только одна, одна задача, просто, тупо выжить, да, это единственное, чего они хотели. Теперь, да, у них были вот эти все приятные, прекрасные вещи, да, множество людей умирали до, вообще, до двух лет. Теперь, что сделать нужно, чтобы выжить? Одна из вещей, которую нужно сделать, чтобы выжить, это была полная такая эксплуатация детского труда. Ребенок, это был тоже просто с самых маленьких лет, как только он научился что-то функционировать, вот это то, чем он занимался, да, просто древние фотографии здесь сложно найти, да, и рисунков нет, но это как бы исторически, это подтверждено, да. То есть, дети, никто особо не занимался воспитанием, то есть, с самых малых лет, чтобы выжить, они просто брали, их даже не рисовали. Теперь, те же греки считали продажей вот этой мудрости, да, знаний, образования, проституции, то есть, это только элита, самая вот эта элита какая-то, она могла иметь доступ к, вообще, уметь читать, да. Ну, то есть, да, супер. Еще отличие, да, кто начинает все эти военные действия на Западе, протесты, вот это, против Вьетнама, кто на Западе сегодня все это заваривает, типа, давайте, начинаете митинги, бунты, да, какие-то. Кто начинает все эти движения? Молодежь, студенты это начинают. Теперь это очень опасные люди, по-настоящему, потому что, вот, очень опасные, да, потому что образование плюс идеализм, это такая страшная смесь, что лучше этим людям не попадаться вообще на глаза. Вот, да, то есть, это, то есть, они начинают все вот эти движения против войны. В древнем мире тебе держишь людей тупыми, все стабильно и нет проблем. Это, как бы, это был главный приз. Держишь людей тупыми, не даешь им никакого образования, сам, чем, вот, 0,1% образованы, все. Историческая часть, да, из Гарвардена, послание. В письменной культуре античности была привилегией меньшинства. Должно быть очевидно, что принятие еще большего Римской империи неграмотность масс была жертвой и радость стабильного политического порядка. Проблемы с создаваемым распространением грамотности, с другой стороны, были многочисленными и разнообразными. Грики и римы не стали бы совершенно другими людьми, если бы они достигли массовой грамотности. С образованием даже истории. Дальше идем. Что у нас дальше? Семья. Ой, да. Семья, да. Мы все целиком не будем, в общем-то, разбирать, мы рассмотрим только отдельные части, да. То есть, понятно, что семья в той или иной степени, в той или иной мере, она была везде. То есть, как-то размножаться, понятно, надо, да. Семья – это просто еще, что важно знать, это фундамент всех, мы тут про любовь разбирали. Семья – это фундамент всех ценностей. Семья заложит в тебя ценности. У тебя не будут, не заложит, не будут. Без нее разваливается все общество, в принципе. Что у нас было, значит, начнем, да, с сексуальности, с темы. Просто сегодня, да, я тут описал, да, что лучше быть постарше, чтобы эту тему оценить, да, люди постарше ее немножко больше понимают. Потому что сегодня, ну, проблема, наверное, молодежи, что, в общем-то, уже сегодня у школьника есть телефон. Но даже тогда, да, в мое время, да, доступ к порнографии был, в общем-то, уже с детских, из самых детских лет, да. То есть сегодня немножко людям менее понятно, ну, как бы, я же там родился в то время. Так, теперь, ну, давайте посмотрим, да, 50-60 лет назад даже в Америке всей этой истории не было. Эта революция произошла недавно. И посмотрим, насколько это нормально, да, и к чему это может приводить. Значит, в чем особенность этой рекламы, когда мы и скажем. Были времена, представляете, когда вам в рекламе рекламируют сам товар. Так, удивительная вещь, да. И дальше постепенно, значит, не один, не один рабин рассказывал о листах National Geographic, по-моему, с 20-х, он вот сидел, не было чем заняться, да, ждал кого-то. Там была прям стопка классная, очень познавательная, он листал вот этот журнал с 20-х годов, и там было до наших времен. Листаль говорит, вообще реклама такая кошерная классная, и ты чувствуешь, уже годов после 60-х уже чувствуешь, что дальше я уже не могу, ну, то есть, уже придется как-то, да, остановить изучение. Да, и вот они, да. И дальше они начинают вот это немножко, да, вот это уже, как бы, несколько обрезанные, да, фотографии, это тоже не фотографии, да, в общем, так, и теперь это тоже самое стромное, что я смог найти, в общем-то. Теперь здесь большой вопрос, кто из них объект, да. Тебе продают вот Кока-Колу, или тебе показывают, эй, детка, и заодно Кока-Колу? Эй, детка? Да. Ну, в смысле, завлекают. Я имею в виду, ну, ну, как бы, какой месседж она подает. А что, сначала, что в рекламе Кока-Колу все такие красивые и худые? Ну, конечно, надо, в любой рекламе, клей-момент, там будет то же самое. Самое интересное, что я до сих пор там здесь снимал. Теперь, смотрите, вот это вообще, вот это вообще класс, да, тут все одеты, но просто сам месседж, да, который, то есть, заливаю какую-то картинку такую, да, в поиске тут написано. Да, «Орел и реш». Не важно, да, скажем, что это реклама, можете найти такого сколько угодно и на любую тему. Вам показывают картинку, которой нет, у человека возникают какие-то ассоциации, которых не существует. Теперь, и благодаря вот этому, что вам работают на какие-то части мозга, да, вам продают просто вот эту вредную штуку. А как нефть, заборы, там, кстати, есть стройматериалы, там, где продают тоже... Стройматериалы, шиномонтаж, там, просто, там, так сказать, люди, которые забыли одеться, реально. Да? Теперь, ну, все это детский сад по сравнению с Грецией. Если бы у них было телевидение, они бы просто вообще, они бы лопнули просто все, да? То есть, у них было просто все, да, в этом плане. Давайте посмотрим. По техническим причинам изображения я вам покажу только самые, так сказать, скромные, которые, в общем-то, можно найти. Влад Йоффа. Самые скромные изображения греческие, да, то есть, это, то есть, их немного без, так сказать, без органов, да? То есть, в общем-то, да, такие же огромное количество индийские, японские, китайские. Да, у греков и римлян не только было можно полностью, да, раздеться. Это была порнография просто, обеспечительность генок в гостиной, да, просто, просто дома, да? Ну, то есть, это было нормально, то есть, у них было... Это, 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 тогда это было нормально, и кто даже не воспитывал порнографию. Это, извините. Это было, давай, мы сейчас дойдем, чтобы поговорить. Таня, сейчас дойдем. Это, что это тело. Супер. То есть, у них было, да, тело считалось идеалом, так ходили, так занимались спортом, это не было позорно. И все хотели просто демонстрировать свое тело, это было классно, да? Это была тема. Теперь скромности никакой. И где греки практиковали спорт? Как называлось учреждение? Школа. Здесь тоже есть школы, но школы покруче. Как они называются? Гимназия. Что такое гимназия? Гимнос. Знаете, что такое на греческом? Гимнос на греческом это голый. Дальше идем. Такая самая открытая страна в Европе. Такая самая, где все можно. Нидерланды, Амстердам. Что там у нас можно? Курить травку. Проституция, например, официальная профессия. Можно курить, делать все что угодно. То есть проститутка это официально работающая. Дальше. Но даже там, где вы идете, то есть даже там у вас будет общественный нормальный туалет. В смысле отдельные кабинки. Теперь в Греции куда вы идете? В озеро? Нет, в Греции вы идете в реально общественный туалет. В смысле лавочки. Мейн Роуд. Лавочка с дырочками. Ой, привет. Мейн Роуд. Да. Все это, в общем-то, одеваться... Хочу уже опробовать. Причем, да, одеваться, в общем-то, при этом было тоже не обязательно. Вы понимаете. Да, то есть 50 лет назад на телевидении не было вообще из этого ничего. Сегодня показывают абсолютно все. Но в стране с ними мы просто святые, да, туалет на улице, скромности. Никакой физических норм взаимоотношений вообще никаких. Супер. Идем дальше. Есть одна универсальная, да, вещь во всех обществах. Отношения между определенными двумя группами людей. Какие-то взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Они, понятно, какие-то были, да, всегда. Но здесь все, в общем-то, просто очень весело. У мужчин был, во-первых, полный контроль, в общем-то, и над женщинами, и в, так сказать, половой сексуальной сфере. Но мало того, что, ну, то есть, вы думаете, да, что там женщина, как бы мужчина... Мужчина интересовала женщин. Да, мужчина мог, в общем-то, вступать в интимную близость с мужчиной, мальчиком, женщиной, девочкой, автой, козой. Греция, Рим, это просто, то есть, причем... Так, очень интересные факты. Теперь в Амстердаме, да, в Амстердаме можно там нудийский пляж, вы, если скажете, я хочу организовать нудийский пляж, вам не только скажут, эй-эй-эй, эй-эй-эй-эй-эй, молодец, на тебе денег, на тебе серьез... Да нет, у меня идут записи, можешь, пожалуйста... Значит, бюджет, да, прям, вам выдадут прям конкретный бюджет, на хорошее доброе дело. Теперь даже там скажут, ну, пожалуйста, без детей, да, ну, что такого, ну, давай детей допустим. Даже там скажут, ну, пожалуйста, без детей, детей туда, ну, без детей... Да, теперь в Греции ничего такого не было. Сексуальные отношения между более и менее обученными в Греции, это обязательная часть детского обучения, это раз. И высшая форма любви, два. Теперь барабанная дробь и самая жесть, наверное, это было, это и есть. Теперь, если папа, значит, таким образом не воспитывал своего сына, это было примерно то же самое, как сегодня не отдать сыну в школу. Представляете, там, ребенку десять лет, а он еще в школе не в шесть лет, а его не отдали в школу. Ну, стрёмно, да? Тоже был стрёмным, в общем, папа, который таким образом не воспитывал своего сына, то есть это была высшая форма любви. Супер! Просто вообще, да, классно они жили, и все еще, то есть, ну, да, окей. Никаких проблем еще. Значит, давайте посмотрим дальше. Какое, значит, это Платон, да? Платон. Какое лучшее благословение может иметь мужчина в молодые годы, уважаемого любовника? Если бы только мы могли как-то ум... Пожалуйста. Если бы мы могли хоть как-то умудриться создать город или армию, состоящую из любовников и их фаворитов, не может быть граждан лучше этим. Ни один человек не такой трус, что любовь не вдохновит его с доблестью, которая сделает его храблейшим из людей. В смысле, что первые вот эти мощные пойдут впереди, и им будет стыдно умеять перед своими вот этими любовничками. Классный первый. Так, и вот эта философия, она во всех военных культурах, у самураев тоже самая вся была история, да, то есть это было, в общем-то, нормой и более таким... Их интересовало отношения с мужчинами, их интересовали больше. Теперь как это повлияло, как вы думаете, на процент рождаемости, и какое было отношение к женщинам при всем этом? Да, эм... Эм... Я даже, ладно, не буду делать предисловий. Я переведу сейчас по-английски. Значит, брак приносит мужчине только два счастливых дня. День, когда он берет свою невесту в постель, и день, когда он кладет ее в могилу. Цитата первая. Да, это греческий... Что? 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 Так, теперь, значит, вторая цитата греческих поэтов. Пускай все мои враги влюбятся в женщин, а все мои друзья в мальчиков. Но помнишь просто. Теперь, с одной стороны, самые продвинутые, с другой стороны, просто самые аморальные, что только можно придумать. Теперь римляне пошли в этом еще дальше. Они много троллили греков, что греки зашли слишком далеко. Но они сами зашли в этом настолько далеко, что они очень долго выживали непонятно как. Они в пятом веке пропали, потому что уже им было некому, просто некому было воевать. Они перестали размножаться. И у них все войска были на аутсорсе. Аутсорс набивает, так сказать, армия на наемники. И она воевать особо хорошо не будет воевать эта армия. В общем, с семьей, да. Бай-бай. И последняя наша ценность, наконец, это социальная ответственность. Что у нас здесь? Тут все просто, ее просто не было. Просто здесь даже обсуждать нечего. Просто не было никакой социальной ответственности, взаимопомощи, таких понятий вообще не существовало. То есть голодный, бездомный умираешь. Сегодня в Германии, например, можно... Может, все хотели сами выжить? Какое? Сегодня... Ну, я это уже сказал, да. Сегодня в Германии, например, да, в Германии, вы можете выжить просто на... Жить очень прекрасно, просто на пособие по безработице. Поэтому они не работают. Нет, ну там работают. Да, вот эти все организации, огромное количество их сегодня, да. Они все занимаются вот этой помощью, нуждающимся каким-то... Лечение болезнью. Да, раньше не было слова ми. Раньше было, как говорят, что на английском, да, что на букву пи начиналось только слово power, и не было такого слова как peace, не было такого понятия. Теперь все это, вот эта история вся эта началась только лет... только лет двести назад. Давайте посмотрим дальше. Чингисхан, да, знаете такого, которого похоронили с ним сорок лошадей и сорок девственников. Величайшая радость покорять врагов, преследовать их, грабить их имущество, видеть их близких, заливающихся слезами, прижимать грудей и жен и дочерей. Это глава, так сказать, государства, который показывает всем, как нужно жить. И таких, ну, таких вот предводителей было, ну, безумное количество. То есть это вот пример людей, которые не облименены нелегакими ценностями. Здесь та же самая история, никакой social responsibility, ничего подобного. В общем, все эти частенности, которые мы сказали, которые принципиально просто, без них не существует сегодняшний мир, они в сознании любого человека, они просто, ну, must have, да, хоть в какой-то форме, их просто не существовало в древнем мире ни в какой форме. Да, понятно, не все были такие, да, понятно, все хотели, просто многие хотели просто выжить, да, то есть, были просто большой частью общества, да, но их просто, всех этих ценностей не существовало. Теперь вопрос нужно задать, откуда взялись эти ценности? И запросы. Ну, посмотрим, да, вот это одна из самых простых... Можете чуть-чуть подождать? Значит, давайте посмотрим. Первая цитата, она просто, ну, просто удивительная, таких цитаток бесконечное количество. Пол Джонсон, британский историк в истории вере. Чтобы понять 4 тысячи лет еврейской истории, нужно спросить себя, что случилось бы с человечеством, если бы Абрам не был человеком, огромной проницательности, или если бы он остался в уре и оставил знания при себе, евреи бы не появились. Очевидно, мир без евреев был бы радикально другим местом. Конечно, человечество, возможно, в конце концов наткнулось бы на еврейские открытия, но мы не можем быть в этом уверены. Все великие концептуальные открытия человеческого интеллекта кажутся очевидными и обязательными с того момента, как они были открыты, но необходима особая гениальность, чтобы сформулировать это в первый раз. Евреи получили этот подарок. Им мы обязаны идеи, загибайте пальцы, равенство перед законом и божественным человечеством, ценности жизни, достоинства человека, индивидуальной совести, личной свободы, коллективной совести, социальной ответственности, мира как абстрактного идеала и любви как основания правосудия и множество других вещей, которые составляют основы морали и человеческого разума. Без евреев это, пожалуй, было бы намного более пустое место. Помимо прочего, евреи научили нас, как рационализировать неизвестное. Результатом был монотеизм внутри величайшей религии, принявшей их практически вне нашего воображения, как выглядел бы наш мир, если бы они никогда не появились. Теперь очень интересно, я написал не евреи, таких не еврейских висадок огромное количество. Если вы сделали исследование на эту тему, исследование на эту тему проводили, то бесконечное количество философов, президентов, премьер-министров, мыслителей, ученых и кого угодно говорят примерно одно и то же, что евреи были величайщицы эволюционной силы в истории человечества, что в этом плане им просто, еврейскому народу, нет подобных. Эта мелкая кучка людей сделала вклад в историю, в моральные ценности, в ценности и в понятие, что такое человек. Каким он должен быть больше, чем кто-либо за всю историю человечества. Теперь откуда взялись эти ценности, мы еще посмотрим с вами подальше, разъясним эту идею ружьем. Взялись они от евреев и взялись они из Тора. Давайте посмотрим конкретно по всем шести. Теперь пробежимся. Жизнь. Откуда взялась вот эта, что мы ценим жизнь и что жизнь это важно? Какая значит у нас шестая заповедь из десяти? Когда Бог впервые сказал, что вы делали. Это первое. Да. В лотверцах. Не убивай. Не убивай это шестая заповедь. То есть это одна из десяти, то есть это одни из таких самых важных, корневых вообще заповедей в Торе. Причем она написана напротив, это тоже особенная вещь, она написана напротив «Я Бог». То есть только, как ты признаешь существование Бога, ты должен также признавать существование другого человека. Ты не можешь покушаться на его жизнь. То есть ты уважаешь существование другого. Не убей. Теперь Богу не нужна ни человеческая кровь, нельзя убивать детей. Нельзя убивать ради спорта и ради удовольствия. Дальше. Да. Спавший одну жизнь спас весь мир. Талмуд Ярушаун. Вот еврейский подход к жизни. Жизнь это самая ценная. Жизнь одного человека равна всему миру. Это та ценность, которую принесли евреи в мир. Да. В это время римляне убивают просто, чтобы им было без него. Идем дальше. Мир. Что у нас с миром? Евреи просто озабоченные миром. Просто озабоченные миром нации. Да. Греки были озабочены как-то в сексуальной сфере. Евреи были в это время озабочены миром. Мир бесценен, ведь имя Бога Шалом. То есть мир. Шалом значит мир. Даже привет на еврейке. Что это Шалом? Святая Тора дана человечеству, чтобы установить мир. Тора называется мир, как сказано, пути ее, пути приятные и все тропы ее мир. Илья говорил. Илья говорил, будьте из учеников Ворону, люби мир и гони за ним, люби творение и приближай их к Торе. Бесконечное количество этих цитат. Обладатель мира, то есть Шалома, желает, чтобы мир был у всех его созданий. 240 раз это слово упоминается только в Танахе. 240 раз. Мир, 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 мир. Да, это Тора. Вот это, да, United Nations Plaza. Это здание вот этих объединенных наций. Это то, что там написано, цитата из Торы. Потому что это и есть источник вот этого подхода, что мир это важно. Исаия. «Переблют мечи свои на серпы и копья свои на садовые ножницы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». То, что говорит пророк Исаия, то есть это то, что евреи принесли этому миру. Следующая ценность равноправия. Посмотрим. Как на еврите справедливость узнает? Я чувствую, что это уже мотик. Справедливость. Здака. Здака на еврите справедливость. Теперь как на еврите, скажите мне, благотворительность? Здака. Здака. Иными словами, я думаю, что здесь можно сказать, что у евреев нет понятия благотворительности. Что такое благотворительность? «Дал деньги, ну я красавчик». Так. Теперь что такое у евреев здака? У евреев здака – это справедливость. То есть у тебя есть деньги. У кого-то их нет. Ты обязан их дать. Это то, что является нормой, а не что-то благотворительное. Так. Сто двадцать раз упомянуто в Торе. В Танахе, интересно, что ровно в два раза меньше, чем мир, видимо. Чтобы была справедливость, нужно в два раза больше мира. Я не знаю. Так. Идем дальше. В самой Торе написано – справедливость, справедливость преследуй. Идея полного равенства перед законом дали миру евреи. Не совершайте несправедливости в суде и не будь пристрастен в пользу бедного и не угождай знатному. И суди ближнего по правде. В монархе этого близко не было монарх. Делал абсолютно все, что он захочет. И то, что он решил, так и было. А что с еврейскими царями? С еврейскими царями, знаете, очень интересно. Сама Тора говорит, что он должен был написать себе свиток Тора. И вот здесь повесить себе его на руку, чтобы он был всегда с ним. То есть, значит, он должен был написать их два. И будет, когда высадит на трон царствия своего, и напишет себе два свитка учения этого перед священнослужителями левитами. И будет оно с ним, вот этот свиток. И пусть он считает его во все дни своей жизни, чтобы учился бояться Господа, Бога своего. Соблюдать все слова этого учения и все эти законы, чтобы их исполнять. Еврейский царь. Теперь государственный строй вообще в Америке был взят изначально вот это, как построено государство. Это был так построен вот этот Израиль изначально. Теперь это первый такой патент уникальный, то, что произошло опять же в истории, что произошло разделение властей. Всегда монарх, он управлял всем. И под ним была религиозная организация, все исполнительная власть, все. То есть, он решал, как все будет. Теперь здесь произошло разделение властей, отделение государственной власти от религиозной. То есть, царь и коинга доля – это два отдельных человека, и один и тот же не мог быть и тем, и другим. Дальше, у кого судебная власть была? Что это такое? Санедрин. Это Санедрин. Санедрин – это семьдесят один, наверное, мудрец. Теперь они все должны были обладать эндиклопедическими знаниями обо всем. Для того, чтобы судить людей за то, что ты должен. Ты не можешь судить, ты не можешь делать все, что угодно. Ты должен знать реально очень много. Они должны были все знать семьдесят языков. И плюс, должны были быть женаты и иметь детей. Очень важный тоже моральный аспект. То есть, они могли выносить смертную казнь. То есть, это то, что там было. И воспитание детей учит милосердие. Ведь каждый человек, он чей-то ребенок. Воспитание детей, отношение с женой – это то, что человека делает более милосердным. Вообще, в Талмуде написано, что Радий Акибов говорил, что суд, который там убил раз, по-моему, в семьдесят лет, он уже жестокий. То есть, понятно, что там была смертная казнь, но это как бы таких адских маньяков, которые просто уничтожают общество. Да, то есть, это то, что касается властей. Разобрали уже, сколько с вами? Три, да? Равноправие. Четвертая цена – это образование. Что у нас образование? Знаете, какая единственная заповедь? Из десяти. Какая единственная заповедь? Из десяти. Учиться. Учиться – это, понимаете, я вам не могу передать. Это вот написано вот здесь между сроком, и здесь между сроком, и здесь между сроком. То есть, это у евреев написано везде, только такое количество раз просто невероятно. То есть, евреи просто озабочены образованием нации, народ – книги. То есть, это единственная образованная нация с очень большим процентом на протяжении всей истории, у которой была грамотность, которой умели читать, писать и более того, изучали. То есть, вообще другая история. Учись, нести ответственность и делай мир лучше. То есть, не держи всех тупыми, чтобы все было стабильно, а ты должен знать, и ты должен нести ответственность, ты должен быть сознательным, и ты должен нести это людям, и людям помогать. Рамбом пишет. Назначьте учителей детям во всех странах, в провинциях и городах, в любом городе или нет школы, изгоняйте людей города, пока они не найдут учителей для детей. Если они этого не сделают, отлучите весь город, потому что мир существует только благодаря дыханию учебы детей. Это относится и к теме воспитания, вообще другая история, и к теме образования, вообще другая история, их теме семьи, вообще другая история. То есть, получается, учение жить, это не просто тьма, это смерть, да, его просто отлучают и говорят, что просто… если ты не учишься, ты не еврей. Он просто отлучает от общины весь город. Это Аллаха. Такого ни разу не произошло, потому что ты еврей учиться, это самое главное, что делает тебе еврей. Но это Рамбам. Теперь посмотрим, значит, это католик, который жил, видите, 1079 год. То есть, примерно во времена Рамбова. Что он пишет? «Еврей, несмотря на бедность, если у него есть 10 сыновей, их всех он научит буквам, не для заработка, как это делают христиане, а для понимания закона Бога. И не только сыновей, но также и дочерей». Такого просто не было. Нигде даже вообще в мыслях. Так что обучает тоже дочерей. То есть, то, что стало у человечества нормой 5 минут назад, у евреев это просто изначально прописано в каждом слое. «Народ поголовно грамотный в эпоху безграмотности». Дальше не будем читать, да, это Максим Горький. «Народ поголовно грамотный в эпоху безграмотности». Ну и просто про то, дальше он пишет, про «клад евреев». «Семья». «Семья» — то, что самое главное из всех ценностей. Торок проводит в этом плане просто революцию в первых же строчках. Что говорит Торо на «человеке»? Вы сами написали, когда начинаете говорить о человеке вообще? «Побить беремен». «Нехорошо быть одному». «Нехорошо быть одному и пусть что? Пусть мужчина покинет отца и мать и прилепится к жене своей и станут они одной плотью». То есть, это объединение, соединение, любовь должна быть между ними. Понятие «вайтбак» объединяться мы с вами уже изучали. Супер. То есть, в чем смысл этого объединения? Это понятие «зебук», да, есть такое все губалистическое понятие. Это соединение душ, духовное соединение. И по Торе совершенства человек не может достичь, если мужчина не соединится с женщиной, если еврей, соответственно, не соединится с еврейкой. Совершенство невозможно. Это то, что приносит на Тора. Теперь вся энергия, вот эта сексуальная, какая бы то ни было, она должна быть направлена только на жену и ни на кого больше. И вообще других вариантов не существует. Это то, что тоже принесла Акция Тора в мир. Рарбам пишет о любви к жене, да. Мы уже посмотрели с вами, как относились древние люди к этому. Теперь что пишут наши мудрецы? «Повеление мудрецы, чтобы муж уважал жену больше, чем себя, и любил ее так же, как себя. Если есть у него средства, пусть он нажает ей всякие блага в соответствии со своими средствами». Это раз. Два. «Трактат его мод. О том, кто любит свою жену как самого себя и уважает ее больше, чем себя, сказано, и узнаешь ты, что благополучен шатер твой, смотришь жилище твое и не будет у тебя ущерба». То есть, про кого это написано, что у него просто все в шоколаде? Про того, кто любит свою жену как себя и уважает больше, чем самого себя. Причем, да, огромное количество запретов есть вообще о мыслях даже о других женщинах. Я уже не говорю о каких-то мыслях или действиях про мужиков, детей или животных, про собственных сыновей, да, то есть, ну, вообще, да, то есть, ну, для этого, ну, просто это нонсенс. Теперь, да, у них, да, помните, просто мои враги любят женщин, только два момента счастья в жизни, в общем-то, мужа, да. Мало кто в курсе, но иудаизм, получается, это главный инструмент вообще в истории, который явился как бы контролирующим и стабилизирующей силой в отношении к женщинам и сильнейшие освободительные силы женщин, то есть, такие, первое женское движение – это мы. Но оно тоже, оно у нас, как бы, уравновешенное, без этих правильностей. Мужчина должен есть, пить меньше, чем позволяет ему средство, одеваться, как позволяет ему средство, уважать жену и детей больше, чем позволяет ему средство. Еврейский подход. Теперь это, значит, еще одна историческая ссылочка. Не знаю, у меня все распределы. Природа человека, недисциплинированная ценностями, разрешит сексу доминировать над его жизнью и жизнью обществу. Кстати, заметьте, что сегодня мужичок. Когда иудаизм потребовал, чтобы вся сексуальная активность была направлена на брак, это изменило мир. Общества, которые не ставят границы вокруг сексуальности, отходят голыми и делают, что хотим, общественные туалеты – это общественные туалеты, попали в тупик в своем развитии. Последующее господство западного мира может в значительной степени быть приписано сексуальной революцией, инициированной иудаизмом, и позже пронесенная христианством. Ну, плохие следствия из этого. Понимаешь? Ну, потому что ты говоришь, что классно ходить голым. Мне кажется, что не классно. Эйхан, дело в том, что где-то в Торе это говорится, что человек должен стараться быть красивым и хорошо выглядеть, и быть здоровым. Нет, ну, не значит, что надо ходить голым и вступать в себя. Я тебя понял. Давайте дальше вопрос не успею. Смотрите, теперь между пятой и шестой я быстро приведу тему воспитания. Недавно я слышал такое высказывание одного атеиста. Он говорил, что, в общем-то, Фрейд, он тоже явлений наш, да, был молодец. Потому что до этого никто не придавал никакого значения воспитанию и детской психике. И он, как бы, это было его новшество, что до пяти лет вкладывается все, и что воспитание это вообще принципиально важное, вообще такая мега ценность, без которой невозможно, да. Раньше они были рабочей силой, объекты изнасилования, да, то есть просто не ставить их ни во что. Теперь, по-настоящему, что евреи считают на этот счет, да, это что у Рамбома семь глав в Мишне Туран написано о том, что родители должны своим детям отлучить весь город без школы, где детей не обучают, потому что мир держится только на дыхании, учебе детей. Это про воспитание, да, про листань. Просто про то, что на любви основано все еврейское воспитание. И последнее, social responsibility, социальная ответственность. Да, евреи здесь тоже уникальны, да, бесконечное количество всяких благотворительных организаций, все друг другу помогают просто, если вы приедете в Израиль, там это норма, да, вот Йоха ездил ей там просто, мужик купил, значит, в супермаркете все штука, и было нужно, Йоха уже не знал, куда от него девать. Ну, то есть они просто в этом прям, ну, помешанные, чтобы, то есть гмахи, просто люди помешанные, чтобы помочь кому-то. Теперь, да, при каждой самой бедной синагоге есть количество благотворительных организаций больше, чем во всем древнем мире вместе взятом. Не стой на крови ближнего, говорит Орд, что значит не стой на крови ближнего, типа ботинки и запачки. Что это значит? Это значит, что ты, если кому-то плохо, ты обязан действовать, и если ты не действуешь, то ты часть проблемы. Теперь, кто сегодня, да, кто сегодня, сейчас, секунду, то есть... Еще такая очень интересная вещь, что большинство законов в мире, они негативные, а в Торе почти половина, они позитивные. То есть, люби ближнего, делай хорошо, делай добро, делай это, делай то, да. То есть, иными словами, что если ты не делаешь, да, то здесь, да, вот в нашем мире, кто ты, вот человеку плохо, ты не отреагировал, кто ты, граждан с законодательной точки зрения. Теперь, по Торе, если ты кому-то вот так не помог, то, в общем-то, ты бездействуешь, ты часть проблемы. Ну и люби ближнего, как самого себя, как это здесь не сказать, да. То есть, это то, что цитируют все, везде, налево и направо, это то, что принесла Тора, Тора человечеству. Да, и вот все вообще права, права угнетенных, бедных, все благотворительные организации, накормить кого-то, помочь, да, впервые в истории закона о правах людей, притесненных живут, даже животных, да, появляются в Торе. Посмотрим здесь, это у нас что, это тоже история евреев, да, книжка по истории евреев. Было бы невозможно упомянуть еще кого-то, даже более живущих, намного позднее, чьи законы Конституции воплощали бы идеал, настолько доблестный, какой воплощают еврейские гражданские законы, или каких-то людей, чья история демонстрировала бы существование настолько сущностно справедливых и свободных гуманных правил. Мы, народы, обязаны жизни Израиля. Это Израиль, который принес нам святой закон, заложил основание свободно. Это Израиль, который имел первые свободные законы, какие только видел мир. Когда иногда наши собственные нехристианские предрассудки разгораются против еврейского народа, давайте-то вспомним, что все, что мы имеем, и все, кем мы являемся, этим мы обязаны Богу, которого иудаизм дал нам. Это все не еврейские цитаты, вы понимаете, да? Интересная, получается, история, да? Вот на этом мы сейчас, а вы пока подумайте, какая ценность стоит за всем этим, что евреи дали миру. И мы делаем перерыв короткий, 5 минут, ровно через 5 минут мы с вами встречаемся. Так что идем прямо сейчас по своим делам. Какая ценность стоит за всеми этими шестиценностями, главными шестиценностями? Что стоит за всем этим, ребята? Кто? 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 Бог один. Бог один. Правильно. Женя получил, получает прямо сразу еще один мосик. Пожалуйста. Монотеизм — это главное, что вообще дал иудаизм человечеству, и без этой ценности у вас есть и остальные, без этой ценности у вас нет ни одной. Один Бог и один абсолютный источник морали. Это суть монотеизма, то есть, что называется, этический монотеизм. Один Бог и один абсолютный источник всей этой морали, которая у нас только и есть. Раньше мы все жили в мире каком? В мире идолопоклонства. Идолопоклонство — это полиэдеизм, когда богов много. Что значит, когда у меня богов много, я преклоняюсь, кому хочу, кому мне только выгодно проглоняться, то есть, у меня нет того, чему я должен соответствовать. Я захотел туда — иду к этому. Захотел туда — иду к богу двойных, к богу денег, к богу деревьев, к богу природы, к богу, я не знаю, чего угодно. В итоге, кто центр мира — это я. Я ничему не должен соответствовать, я сам выбираю, чему не соответствую. То есть, чистое эго такое. Теперь, что принесла Тора? Тора принесла идею, что есть какой-то образ человека, как человек должен выглядеть, кем он должен быть, и чему он должен соответствовать. Это все, что евреи дали миру. Теперь, где нет бога, все разрешено. Это то, что Достоевский. Теперь, в этом огромном мире в какой-то момент появляется человек невероятный, да, звали которого Авраам. И он выходит из Уркаси, в Ираке, и говорит, знаете, как он говорит? Я верю в одного бога, сказал он в мире полного идолопоклонства. И второй сказал, меня вообще не интересует, что считают другие. Я хочу выяснить истину, и меня, в общем, вне зависимости от последствий, я буду делать то, что правильно. Это то, что, то есть, в итоге Авраам пришел к тому, что мы сегодня делаем каждый день, да, «Сма Исраэль, Ашем Илухейн, Ашем Илуха». «Слушай, Заль, Господь Бог мой, Господь один». Прекрасно. Да, это было такое, начал это все Авраам. Теперь, что это Тора говорит нам? Почему этот монотеизм, он источник всей морали, которая какая-то есть в человечестве? Это идет вот отсюда и с самого начала Тора. «Сотворил Бог человека по образу, по его образу. В образе Бога он сотворил его, то есть человека. Мужчины и женщины сотворил он их». То есть, теперь мы созданы по образу Бога, и это фантастическая революционная идея. В чем мы как Бог? В чем мы как Бог? Пройдемся по всем темнотям, да, в жизни. Если ты как Бог, то у нас есть душа, это часть бесконечности. Это значит, что каждая человеческая жизнь бесконечно ценна, и нельзя уничтожить, забрать, убить, и ты не можешь делать с ней. Все, что ты захочешь. Дальше мы идем. «Равноправие». Если у всех есть вот эта бесконечная божественная душа, то все равны перед законом. То есть, это именно то, что нам в Англии, в Лондоне сказал вот этот судья, который там был, да, как он назывался, Royal King, да, это что он был, королевский судья такой, да, там, при Пиролеве. Да, это то, что он нам сказал, что если бы люди все видели, что в каждом есть вот эта божественная душа, то есть, это снова равноправие, другое снова не существует. Это то, что принесли тоже евреи миру. Социальная ответственность, если мы сделаны по его образу, мы должны вести себя так, как он себя ведет. И тут идет вся общественная ответственность. «Будь как Бог, уподобляйся Богу, уподобляйся Его путям». Это то, что написано в Торе много раз, что вы должны быть на него похожи. Но какой он добрый, и он делает другим хорошо, это было целево. Максим Горький, да, цитата еще одна. «Все люди равны, земля ничья, а только Бога. Заповедь любви ближнего тоже древняя еврейская заповедь, как и все другие. Не убей, не укради и так далее. Я думаю, что еврейская мудрость более общечеловечна, общезначима, чем всякая иная. И что не только вследствие древности, вследствие первородства ее, но и посилит гуманности, которая насыщает ее по высокой оценке ею человека». Это, в общем-то, главное, что основной монотеизм и то, что человек создан по образу Бога, это главная идея, которая изменила весь этот мир. И теперь цитата просто, я вам уже описал, что их еще будет много. Вот это одна из самых невероятных цитат. Это второй президент Соединенных Штатов. Второй президент Соединенных Штатов Джон Адмальдс. Что он пишет? «Я буду наставить, что евреи сделали для цивилизации больше, чем любая другая нация. Если бы я был атеистом и верил бы в слепую вечную судьбу, я бы все равно вынужден был бы верить, что судьба предопределила евреев, быть самым сущностным инструментом восстановления цивилизации и народа. Если бы я был атеистом других взглядов, я все равно был бы вынужден верить, что шанс приказал евреям сохранить, сохранять и распространять на все человечество доклинив высочайшего, умного, мудрого, всемогущего, независимого повелителя Вселенной, который, как мне кажется, является сущностным принципом морали и последствия всей цивилизации. Они – самая знаменитая нация из всех когда-либо населявших планету. Римляне и их империя были не более чем безделушкой в сравнении с евреями. Они дали религию тремцевать самым земного шара и повлияли на деяния человечества больше и более удачнее, чем любая другая наша. Деяния были современной. Если бы Джон Натвус был Багетаном Президентом США и баллотировался сегодня, то я бы определенно голосовал за него. Так, идем дальше. Все шесть ценностей этих, за ними что стоит? Как мы сказали, это с вами сказали Тора и Монотеида. Теперь, что нам говорит это Тора? Ты будешь светом для наций. В самой этой Торе написано, и вы видите, что это просто однозначно и бесповоротно, это то, что произошло. То есть евреи принесли вот этот свет, они принесли его на весь мир. Это приводит к нас к очень интересному вопросу, да, избранность. Такая очень часто недопонятая тема, от чего это выяснилось. Недопонимание есть, очень большое в этой сфере. В чем же мы избраны? В чем мы избраны? Ответственности. Точно. Держи. Наконец-то. Молодец. Ответственность. 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 В чем мы избраны? Это что евреи? Евреи несут... Ребят, в чем мы избраны, что евреи несут ответственность? Ответственность за что? Главная идея в этом это Тифуно-Лам. Что такое Тифуно-Лам? Исправление мира. Исправление мира, да. То есть это то, в чем евреи избраны, это то, в чем их задача, то, в чем их миссия, это то, почему они до сих пор существуют. Итак, мы принесли миру и мораль, и законы, и все моральные законы, и то, что есть человек, и то, как человек принимает сегодня во всем мире. 1500, неправильно. 2000 лет мы были такие вообще одни в мире. То есть 2000 лет до зарождения, до начала развития христианства в 300-х годах, евреи жили среди просто огромного количества идолопоклонников, которые делают все, что им только в душе, все, что только в голову придет. И во всем этом мире была вот эта маленькая кучка евреев, которые несли вот эту вещь, и отделенно всех, несли вот это слово Бога и делали из себя настоящих людей. Теперь результатом этого, да, то, что мы процитировали, был монтеизм и три величайшие религии, которые иудаизм дал нам. Это декларация независимости, то есть это основа всей демократии и всего, что считает сегодняшний мир. Мы считаем все эти истины самоочевидными, что все люди созданы равными, что они наделены их создателем определенными неотъемлемыми правами, среди которых жизнь, свобода и обретение счастья. Так, теперь, я думаю, из этой презентации должно быть очевидно, что это вообще не самая очевидная вещь. И как было в цитате выше, что, конечно, после того, как все это кто-то нам принес, нам кажется, что без этого невозможно, но до того, как ты это, собственно, первый раз принес, никто не знал, что так вообще может быть, что так должно быть. и давайте теперь еще один интересный вопрос обсудим, да, немножко. Вот это, видите, да, то есть христиане, мусульмане, буддисты всякие, химны, да. И вот эта вот тонкая линия, да, вот эти три пикселя здесь, да, это евреи. 0,2% населения. И вопрос, как вот эта кучка, мелкая кучка людей, она ну, просто создала, внесла самый большой вклад в... Вот эта схемка получше будет. Смотрите, вот, вы знаете, вот, например, где здесь евреи, вот христиане, да, то есть огромное количество процентов, теперь, знаете, кто здесь есть, тут есть вот где-то, вот, сик, в два раза больше... Вы знаете, кто такой, кто такие сик? Я думал, это, знаете, из «Звездных войн» такие. Мой юный, мой, мой, мой юный падаван. Теперь, это одни из бассаналов, мы про Сарфа не говорили. Нет, нет, в общем, важно. Теперь, евреев в два раза меньше, чем этих ребят. Про ситхов мы никогда не слышали, так же мы никогда не должны были слышать про евреев вообще. Так уж евреев в счет в два раза меньше, чем этих ребят. Ты что, про ситхов рассказывал? Это ситхи, а ситхи, мы уже это обсудили. Так, теперь вопрос, как, да, как? Ну, поехали. То есть, многие люди совершенно об этом не осведомлены, сейчас этот вопрос мы рассмотрим чуть-чуть, чуть-чуть попозже. О чем, о чем? О чем многие люди не осведомлены? А, в смысле, обо всех этих ценностях, я еще только начал говорить. А, да. Не осведомлены. Об этом вкладе, все, что мы с вами перечислили раньше, в общем, что евреи сделали для мира и какой у них есть вклад. Особенно, то есть, там, молодежь, да, у которых родители часто уже про это особо ничего не знают, и родители тоже ничего не рассказывали. Они просто, ну, вообще не в курсе. Мне кажется, что Тора и иудаизм – это вещь, ну, какая-то irrelevant, да, что-то называется. Ну, вещь нерелевантная, непонятно, как она применяется, в чем ее смысл и уместна ли она вообще, да. Я думаю, что после всего, что я вам показал, должно быть очевидно, что нет вообще ничего дальше от правды, чем вот это. То есть, евреи создали, произвели самый большой вклад вообще в мир, какой только был. То есть, очевидно, что у нас очень много поводов, знаете, для простой такой гордости, да, за то, кем мы являемся. Не в смысле, не в плохом смысле, а просто в плане самоуважения и осознания своей уникальности, да, то есть, аналогов нет, да, и это каждый еврей должен понимать, какая на нем ответственность и на каком он уровне изначально находится. Какая фирменная билка. А, аналогов нет, да, беспротендентные ребята. То есть, я вас хочу поздравить, да, вы все вот прям это имеете и вы все являетесь, в общем-то, прямым, как некоторые из, когда ты писал, кто-то из философов, что, да, в глазах этой еврейской женщины я вижу просто там какие-то века-века уходящие куда-то вглубь истории, да, что, в общем-то, это единственный такой, да, вот. Ну, ты просто... Потому что, да, это факт, что благодаря нам и нашему Богу весь мир стал абсолютно другой. Просто, ну, просто мы жили бы в совершенно другом мире. Теперь, знаете, в этом сегодня в мире, да, вот этот главный лозунг. Что я хочу делать с жизнью? I want to make a difference, да. Я хочу быть индивидуальной стерей, хочу как-то самовыразиться, развить свой потенциал и так далее. Для, я думаю, после всего, что мы с вами перечислили, очевидно, что евреи в этом приуспели просто невероятно. Я думаю, что также очевидно, да, что для евреев вот этот, to make a difference, это изучение вот этой книжки. Это, как вы знаете, я думаю, бестселлер, да, это самая продаваемая, так сказать, книга всех времен и народов. Это самое большое количество экземпляров за историю человечества было издано и прочитано. Это раз. Два. Это просто фраза, фраза. Ты не можешь представлять евреев, если ты не знаешь, что евреи представляют. Да, так. Теперь говорит нам это Тора, которую нужно изучать, да, что она нам говорит? Будь светом. Тора говорит, будь светом, да, стань светом и неси свет на этот мир. То есть изменить мир – это мечта всех, но никто так эффективно этого не делал, как мы, никто так эффективно это не делают, как мы, а как это делают, сейчас мы еще глянем. И никто так эффективно нам обещан, что это не сделает, потому что что будет в итоге, это вообще, это еще лучше, чем все, что произошло в истории до этого. Если кто-то, знаете, отказывается это делать, то, в общем-то, мы видели много уже ситуаций в истории, когда, ну, в общем-то, все, что произошло в Германии. В общем-то, то, что мы читали с вами Рамбома, Рамбом говорит, что это город отлучите. Все немецкое еврейство, оно просто перестало изучать Тору. Дети перестали идти в хедеры. И, в общем-то, это то, чем они закончили. Приходят евреи, говорят немцам, знаете, мы хотим быть неевреями, мы хотим быть как вы, мы хотим быть нормальными, мы хотим забить им всю эту тему. Что им говорят немцы? Не-не-не, вы неевреями не будете. Если вы хотите быть неевреями, вы тогда животные, иначе ли их убивать. У еврея, как бы, опций в этом плане нет. Ну, это понятно происходит, когда переполняются чаши, когда этого становится слишком много, то есть пролезть можно, но глобально это касается на всех, и евреи – это единственный народ, который ответственный вслед за Богом. Да, и это, в общем, в этом секторе, в этом, в плане ценностей, это последняя у нас цитата, которая как раз и процитирована на United Nations Building. Вот слово о том, что видел Ишияусе, иномоцев, иудеев, и ушлаем. И будет впоследствии дней утвердиться гора дома Бога, как вершина всех гор, и возвысится над холмами, и стремятся к ней все народы. То, что мы с вами уже говорим. И пойдут многие народы и скажут, давайте взойдем на гору Бога, в дом Бога Якова, чтобы он научил нас путям своим, чтобы пошли мы тропами его. И выяснен в Эдиторе, и у ушлаем от слова Бога, и рассудит он народы, и даст поучение многим народам, и перекуют они мечи свои на серпы, и копят, то есть там написано последняя часть, копят серпы, и копят свои на садовые ножницы, и не поднимет народ, на народ меча, и не будут более учиться воевать. Это то есть то, что евреи дали миру, мы изменили все. Супер, теперь вопрос последний, который я хочу задать, это какие-то такие маленькие, жалкие, невидимые, которые просто пыль, да, в каком-то умречном пути, как мы могли совершить такой вклад. 0,2%, вы видели проценты, да? 0,2%. Каким образом? Плюс, да, плюс к этому всему, мы с вами перечислили главные такие вещи, ценности, да, плюс к этому всему евреи сделали еще огромный вклад, ну, в общем, в русскурсе, да, психологи и ученые, да, немножко такое введение, да, вот в эти еврейские имена, да, 22-23% нобелевских лауреатов, а евреев 0,2%, это в 112 раз больше, чем статистически возможно, евреи нарушают статистику визии. Дальше. Эйнштейн, Нильсбор, да, Нильсбор, это внук Давида Борхо Атлера. Вот, эти два человека, это вот эта квантовая механика, Эйнштейн-теория относительности, все, что мы знаем о мире с физической точки зрения, это тоже два еврея. Дальше. Религии. Все, во что верит мир, это все произошло от евреев, это христианство, ислам и еще множество других религий. И дальше то, как, значит, надо думать, тоже начали выдумывать и рассказывать миру евреи, да, давайте называть, значит, своими именами. Зигмунд Шломо Фрейд, психоанализ, Адлер, социальная психология, Франко, смысл терапия, Фрид Саламон Перлс, гештальтерапия, Яков Леви Морено, психодрама, Фром, нео-психоанализ, Берн, сценарная терапия, это только начало всех имен, и то же самое выглядит в социологии везде, просто проценты нереальные, то есть, ну, в 112 раз, так? То есть, это помимо всего прочего, то есть, это как бы нас мало интересует, да, то есть, это не такое. Вот, и это цитаты просто, в общем, вот это самый жид, да, это написал Марк Твен, Марк Твен, что он сказал. Если статистика верна, евреи составляют не более процента человечества, это наводит на мысль о почти невидимом комочке звездной пыли, затерявшемся в ярком свете речного пути. Евреи, собственно, и слышно это не должно быть, но они дают о себе знать, и мы о них слышали и продолжаем слышать. Они не выделяются в среде любого народа, их место в экономике, их значимость неимоверно выше места и значения любого другого с той же малого народа. Их доля в списке великих имен, мирового масштаба, литературе, науке, искусстве, музыке, финансовой деятельности, медицине, новейших открытиях, непропорциональная доля евреев в среде других народов, она намного общернее и богаче. Они евреи во все времена, в схватке, в сражении с целым миром, и в этой схватке они могут надеяться только на себя, так как никто их не поддержит. Они сражаются не на жизнь, а на смерть, и их можно простить, какие бы средства в своей борьбе они не использовали. Египтяне, вавилоняне, персы создавали мировые державы, всей планете торжественно еще не заявляя о своем могуществе, затем таяли, словно дым и умирали. Греки и римляне наследовали их громкую славу и тоже ушли в небытие. Другие народы возникли, на время высоко поднимали избилающие свой факел, но он сгорал, оставляя лишь искорки, а подчас и они сгорали. Евреи видели их всех, и сейчас они так же, как и такие же, какими были всегда. На протяжении веков не знающие упавки или немущие, никогда так же, как и теперь не ослаблялось их влияние, их роль жизни народов, среди которых жили они, не убывала их энергия, мобильность и острота ума. Все в мире смертно, но не евреи. Все, даже самые сильные, уходят, но они не остаются. В чем же секрет смерти? Нормально. Людович XIV попросил своего гениального подлинного привести ему доказательства существования сверхъестественных, то есть не подающихся логическому анализу вещей в природе своего рода чудес. Еврейский народ, ваше величество, ответил Лес Паскаль. Это мы все не будем читать. Это Лев Толстой. Что такое еврей? Значит, давайте посмотрим. Еврей это святое существо, которое просветило всю землю. Он родник источника, которого все подчеркнули свои имели и веры. Он первооткрыватель культуры, первооткрыватель свободы, символ гражданской религиозной терпимости, любви, прященцы, говорим, Мошеда. Значит, что еще? И вот это должно нас больше интересно. Еврей – символ вечности. Он, которому ни резни, ни пытки не смогли уничтожить, ни огонь, ни пламя цивилизации не смогли стереть его с лица земли. Он, который первым возвестил Слово Господа, он, который так долго хранил пророчества и передал его всему остальному человечеству, такой народ не может исчезнуть. Еврей вечен, и он о лицетворении вечность. Да, и говорит Равьяков Эмдин, на Пасхальной году я видел комментарии. Существование евреев до сих пор куда более очевидное явное чудо, чем рассечение Красного моря. Красное море рассеклось один раз, но то, что вы сидите сейчас здесь, просто если вы хоть раз подумаете об этом, это чудо, которое длится три с половиной тысячи лет, и аналогов просто нет. То есть само мое существование, оно является доказательством просто super natural такого, что выобразить невозможно. Потому что, ну, по статистике, никто не выживает. То есть это не, ну, это против естественного закона. Как мы с вами говорили, да, любое естественное событие повторяя себя в химии, в биологии, в физике, где угодно, да, про доказательства, которые вы помните. То же самое происходит и в истории, как евреи принесли эту фразу, да. Больше нет народу с утверждением «мы видели Бога лично», да, это основное доказательство Лоураса и Тельмана. Больше нет такого народа, который так выживал, да, все лежат в музеях. И почему так происходит, интересно? Я думаю, что ответ здесь очевиден, да. Я сейчас накидаю вопросы, чтобы вы поймете, что этот ответ просто очевиден. Бог Аврааму сказал «вечный союз я заключаю с тобой своими потомками после тебя». Это единственное объяснение, да, то есть, ну, как бы, мы нарушаем всю статистику. Вели живут вне статистики и вне законов природы. Потому что вне природы, я думаю, есть тот, кто поддерживает их существование, несмотря ни на что. Теперь мы должны должно быть все, то есть лица земли, да, то, что я сказал уже. То есть это невероятно. Теперь смотрите, ситуация здесь такая. Ситуация очень простая. Ко всей этой истории можно принадлежать, а можно ко всей этой истории не принадлежать, да. То есть, я не знаю, это self-identity, да, то, что мы с вами говорим, самоидентификация. Я не знаю, что может быть, у кого она может быть круче. То есть все могут заявлять, что с нами Бог, да, там, это для таких-то, это для таких-то, да. Мощнее этого вы, то есть нам сильно с этим повезло. Теперь здесь критерии причастности ко всей этой истории есть два. Какие критерии? Два критерия. То, что ты остаешься евреем, или то, что ты перестанешь быть евреем. Ну, хотя бы. Как можно перестать быть евреем? Очень просто. Я сейчас объясню. А можно сменить и национальность, да? Увы, нет. Напрямую нет. Я хочу быть грузином. Критерии здесь два. Мы с вами одна. Все, ребята, вы готовы? Критерии здесь только два. Первое. Тот, кто отходит от, тот, кто теряет связь с Торой, это 3-4 поколения максимум. Через 3-4 поколения все, что из него исходит, это не евреи. Есть такое, знаете, высказывание, что кто еврей, это тот, чьи внуки евреи. То есть документы, это шикарно, конечно, я вас поздравляю, но вопрос, еврей я, я или нет, это то, какие из меня последствия. Это первое. Изучение Торы. Как вы помните, мы с вами изучали, что есть как бы плод, есть и то, что его защищает. Вот Тора это как бы самое основное, да. Но вот этот первый слой, он еще, в общем-то, важнее. И что этот первый слой? Ну, этот первый слой, я думаю, это понятно, что это еврейский брак. То есть без этого, ну, без еврейского брака и семья, вот эта ценность, на которой строятся все остальные ценности, вот вы, то есть, как бы смешанный брак, это вы сразу вылетаете из всей истории и, в общем-то, все, что было сказано выше, уже вполне относится. Это личный выбор каждого, как бы, то есть, подумай. А если материную веру? По неисповедимым путям Бога этот народ должен был сохраниться до конца времен, как бы, сохранятся или нет, тоже, как бы, личный выбор каждого. Вы, как бы, мы часть совершенно уникальной истории, которая нет аналогов и, как бы, я хочу, я хочу принадлежать к этой истории. Попозже, давай после, вопросы в конце. Да, окей, ассимиляция сделает дела очень быстро. Теперь евреям гарантировано, да, и выживание особая роль и Торы, и статистика, и истории, и предсказаниями Торы, и все, кроме Торы, рухнет, да, все коммунизмы, все измы, которые только есть, и которые вы можете вспомнить, все рухнуло, все лежит в музеях, и все давно в прошлом. Любая философия, все, что угодно. До сегодняшнего дня сохранилась только Тора, которую несут 0,2% человечества. То есть, и здесь, знаете, можно задать такой вопрос, в общем-то. Да, вот я вам сейчас насыпал просто золото в карманы, да, если вы понимаете, о чем я сейчас говорил, то просто вот у вас полные сейчас штаны золота. Теперь, знаете, можно, как бы, сказать, знаешь, типа, отстань, да, в общем, можно и не лезть себе в карман и не узнать, что там есть золото. Это, как бы, можно сделать. Но вопрос, имеете ли вы тоже на это право, если в вас нуждаются. И в этом золоте тоже нуждаются. Так вот, как бы, мы в вас нуждаемся. Потому что еврейский народ, это все одно большое целое, и в этом мире все взаимозависимо. В флоре, в сауне ты убираешь один кусочек, разваливается все. Но теперь наше будущее зависит от каждого конкретно. Особенно у евреев, потому что, например, в Талмуде написано, почему именно еврей больше называется человек, чем все остальные, потому что когда у евреев есть отличная ответственность, а евреи все ответственны за друг друга. Про одного еврея скажут, что это плохое. Все евреи плохие, одному еврею плохо. Все евреи начинают вступаться за него. Мы, как бы, единое целое. То есть это, ну, то есть это та ответственность, которая у нас на всех есть. Прекрасно. В общем-то, с чего мы начали этот курс? Что, как говорит Хазумныш, что сомнение – это истрадание, а счастье – это разрешение сомнений, ясное видение истины. Я думаю, что за эти три, в общем-то, лекции, да, я показал вам эту истину достаточно ясно. На чем построен мир? Почему Тора – это не история и не ложь, а то, что это вещь, которую мы видим прямо ясно, что это реальная история? Почему устная Тора – это реальная история? В общем-то, можете быть счастливы. Very good. Теперь, и давайте я оставлю вас в самом конце с цитатой и с вопросами. Первая цитата просто шикарная. Радгиш говорит, он жил в Германии. В демократии люди создают закон, в Торе закон создаёт людей. То есть вы понимаете, какое качество вот этих людей и какое качество вот этих вот законов и, соответственно, людей. Люди изобретут тот закон, который им будет удобно. Теперь мы видим из всей истории, которая вам показала, что нету такого понятия как нормы. Его просто не существует. Мы считаем, что есть норма, потому что нам в детстве рассказали – это нормально. И потом в институте мы не увидели, что люди идут и убивают друг друга со стволов, и что это норма. Это единственное, почему мы ощущаем, что вот это так должно быть, и вот это мне должны, и вот это… Нету такого понятия как нормы. Все, что сегодня считается нормальным, это, собственно, наш вклад в истории человеческой. Ну давайте, давайте, говорю, ответим на эти вопросы. Как это могло, естественным путём. В общем, как мог человек вдруг за раз выдумать всё это? Просто миллионы или, я не знаю, миллиарды делопоклонников, и вдруг какая-то кучка людей говорит «всё наоборот». И создаёт вот эти законы, которые потом принимают санитарат. Как можно убедить в этом всё человечество? Непонятно. Как можно при таком количестве… Что? Как можно убедить всё человечество? Как можно при таком количестве это сделать, да? Как можно выживать в течение трёх с половиной тысяч лет? Сейчас я усилию этот вопрос ещё. Как можно быть единственной образованной нацией всю историю человечества? Как можно вернуться на свою землю через две тысячи лет? Ну просто нет аналогов, да? Две тысячи… То есть евреи – один и тот же народ. Они изгнанные своей земли, через две тысячи лет они туда возвращаются. Просто невеально. Как можно… Ну это самое главное, да? Как можно создать утверждение группы людей «видели Бога». Мы видели Бога лично, да? Группа людей тоже аналогов не существует. Как может быть текст, не изменившийся за три тысячи триста лет? Потому что любая… Много общин жили отдельно, у них у всех абсолютно один и тот же текст. Чтобы понять этот вопрос, можете немножко увеличать тексты. У христиан, например, двадцать две тысячи вариантов текста. Причём из них тысяч пять, по-моему, они принципиальные. То есть если так, то нужно делать так, а если не так, то нужно делать по-другому. У евреев там есть только вопрос, там нужно ли в одном месте поставлять букву «Вав», и он не влияет ни на что. В одном месте сидит шестисот тысяч букв. Таких тоже текстов, ну, подобных, чтобы подобным образом сохранялся текст, нет. Ну, нету такого образа. Как может быть ненависть к этому народу в течение трёх тысяч трёхсот лет, да? То есть она была всегда, мы были бедные, богатые и счастливые. Несчастливые – это ненависть сохранялась всегда. И вот это просто… да, это просто нонсенс. Вот социологические исследования какие-то проводили. Они показывают, что евреев на данный момент должно быть миллиард народу. Убираем все войны, убираем ассимиляцию. У нас же должно быть миллиард. Теперь нас истребляют, уничтожают, ассимилируют. И при этом 0,2% из этого миллиарда умудряются расстаться. Как это вас… то есть вы понимаете, ну, то есть, сколько у нас? 13 миллионов к миллиарду – это сколько? Ребро тринадцатая. Не-не-не. То есть, намного. А? Потому что он так это уверенно сказал. Да. Да, там, ну, какие-то тысячные. Теперь, как можно истреблять, вот, истребить миллиарды, не доисстреблять там чуть-чуть, так что на 3 тысячи 300 лет эти люди все равно остаются. И последнее, как бы, в каком мире вы живете и какие ценности вы выбираете. Хаос или вы выбираете настоящие нормы. Потому что за этими нормами, которые принимает человечество, в основном, просто во многом повезло, что в чем-то их нормы соответствуют нашим. Для того, чтобы норма была нормой, нужен источник за этими нормами, за этой моралью. Я думаю, это то, что мы немножко обсудим в следующий раз. В общем-то, да, если на все эти вещи вы хотите ответить, что это как бы естественные события, то вы, я думаю, помните все эти примеры с костями и так далее. Это все события, у которых нету просто аналогов. Это просто исключение на исключение. И единственное, что вы можете сказать, что исключение рациональное, это то, что это просто чудо, и за этим стоит кто-то вне системы. Теперь, если вы хотите сказать, что это нормально, просто повезло, то вы должны сказать, я верю, что это так. В общем, теперь я хочу сказать вам последнюю вещь. Еще не конец, еще не конец. В общем-то, я хочу вам сказать самую главную вещь, что вы, в общем-то, ребята, все это просто чистое золото, и подобных вам в истории человечества не существует, и аналогов не существует, и, ну, то есть просто подобных евреям нет. Вы можете это взять, нести, нести через свою жизнь, и, в общем, вы все просто бесценны, и быть частью всей этой истории, и быть вот этим чистым золотом, это, в общем-то, ваш выбор. Спасибо. Спасибо. Спасибо.